доброе утро друзья первый день работаем и все по правилам все четко в прошлом видео мне многие написали что я тему не раскрыл поэтому в этом видео попытаюсь рассказать все по порядку как работать по правилам колокбург 17 декабря вступили в силу новые правила federal motor carrier safety administration это агентство отвечающие за безопасности принадлежащие департаменту транспорта сша и теперь значит все мы трак-драйверы все компании обязаны использовать и и электронный логбук электронный логбук мы использовали уже давным-давно и до этого просто теперь само это устройство установлено в каждой машине в каждом двигателе то есть все компании обязаны были поставить его до 17 декабря и теперь это не просто приложение в телефоне в котором мы можем что-то поменять изменить поправить а теперь все пишется с двигателя из компьютера каждого нашего с вами грузовика поэтому никакого смысла нету что-то переделывать менять связываться с хакерами которые могут все это подвинуть потому что делать инспектор когда будет проверять вас он будет видеть показания с автомобиля двигателя с компьютера и то есть например если вы выключаете и включаете приложение в котором вы ведете свой распорядок дня своему улупу до делаете инспектор будет видеть в такое-то время какого-то числа в таком-то месте блогу был выключен расстояние с момента выключения лук в уход а включения лок в уход такое-то и включил он его например там то есть все абсолютно будет видно если у вас на дисплее загорелась например загорелся чек engine. Все это будет написано, что в такое-то время, в таком-то месте загорелся чек-энжин. Полностью все пишется с компьютера, так что ничего теперь менять смысла абсолютно никакого нет. Кроме этого, мы еще перешли на новое приложение, в котором мы введем наш локбук. До этого у нас был GPS Tab AOBRD, теперь ввели ELD и теперь мы используем приложение, которое называется Самсара. Я вот сам вместе с вами только буду сейчас в нем разбираться, потому что вот я его включил первый раз. Вот моя учетная запись, мы выбираем часы, Hours of Service. Вот у меня все чистенько, 70 часов cycle, то есть я еще не начал работу на этой неделе вообще, то есть после отдыха вышел. Теперь я должен включить что? Я должен включить On Duty, Remark, мы будем делать Pre-Trip Inspection. Remark, вот я вижу, Pre-Trip Inspection. Remark, Pre-Trip Inspection. Сохранить. Все, у нас пошел режим On Duty, пошел Pre-Trip Inspection. Выбираем Lock, вот мы видим наш логбук. Идем назад. Когда у нас пройдет 15 минут Pre-Trip Inspection, и мы Pre-Trip Inspection этот сделаем, мы должны будем выбрать Driver Vehicle Inspection Report, и там мы сможем даже добавить фотографии, чтобы наша компания видела, если есть какие-то проблемы в нашем траке, то есть все проходится по порядку, добавляются, подкрепляются фотографии, мы расписываемся в том, что ничего не угрожает нашей безопасности, и будем двигаться вперед. Это мы будем делать после того, как закончим Pre-Trip Inspection. Ну и все, дальше, по мере прохождения сегодняшнего дня, буду вам показывать, что происходит, как мы работаем, какие изменения, потому что в прошлом видео меня обвинили в том, что видео не по существу, и про введение электронных логбуков я рассказал очень мало. Так, мы закончили Pre-Trip Inspection, инспекцию перед нашим рейсом, 15 минут, видите, вон дьюти, 15 минут как раз у нас уже заняла Pre-Trip Inspection, 7.45 до брейка, потому что 15 минут мы уже поработали, драйвинга у нас 11 часов, cycle полный, то есть мы только начали работать, всю неделю можем ехать спокойно. Driver Vehicle Inspection Report, Create DVI-R, Vehicle, 106 Track, Location, это мне нужно ввести лиценсплейт? Что еще? Choose Safety Status, please choose the Safety Status to submit DVI-R, Safety Drive, Select Inspection Type, Pre-Trip Inspection, дальше, здесь мы можем подгрузить фото, front, back, driver's side, passenger's side, спереди, сзади водительская, пассажирская сторона, Add New Vehicle, Defects, Defects, Unfound, Next, Safety VR for 106 Track, Certify and Submit, все, мы можем ехать дальше. все, друзья мои, ведем все в соответствии с законом, а если у нас тут есть в нашей русскоязычной Америке очень много умников, которые говорят, что для нас любой закон незакон, и мы в любом случае что-то придумаем, для этих людей я вам выложу, покажу сейчас таблицу штрафов за нарушение и элдит. Вот, пожалуйста, такие суммы серьезные. Сегодня, друзья, я вам рассказываю о своем первом рабочем дне с электронным локбуком ELD и с программой для ведения локбука Самсара. Рассказываю об этом дне и показываю по мере возможности. Сейчас мне нужно заправиться, а пока вот мой трак в очереди, поэтому пока можем пообщаться, пока есть время. Значит, ночью мы выехали из Роббенсвилл, Нью-Джорси, и направляемся в Хеброн, Кентакки. Вообще в Америке все названия, в основном я вижу, они происходят, названия городов, названия рек, каких-то местечек, деревень, происходят в основном или от индейских названий, от индейских слов, или от названий, которые популярны уже в мире, в Европе, в России, еще где-то, как, например, все знают в Америке, что Сейнт Петербург, это Флорида, так же, как, например, много есть городов, и Москва есть, здесь в Пенсильвании есть Москва, Санкт-Петербург во Флориде, и вот мы едем в Хеброн, Хеброн, это Хеброн, известный библейский город, если вы знаете, чем он в Библии знаменит, город Хеброн, то напишите мне в комментариях, вот мы едем в Хеброн, у нас по-американски, это Хеброн, Хеброн, Кентакки, направляемся туда, вообще множество названий, да, если говорят Сейнт Петербург, то американцы думают, что это во Флориде, если говорят, что там Russian Military Aggression in Georgia, в новостях, если американцы читают, то естественно они поймут, что это русские войска, вошли в штат Джорджия, им осталось до Вашингтона, до Пентагона, всего там через три штата пройти, и они уже близко, но в общем не об этом, вчера мы выехали, еду я с напарником, ездим мы в Тиме, в данный момент ночь ехал мой напарник, сегодня день еду я, скоро уже приедем в Хеброн, Кентакки, что мы с утра поменялись, позавтракали, разобрались чуть-чуть с локбуком, и поехали дальше, на улице где-то минус 10, нахожусь сейчас в Агайо, в Сен-Цинате, I-71, 71-я интерстейт дорога, что еще, пока я езжу, я слушаю различные траковые новости, как бы тракового бизнеса, траковые сферы деятельности, как русскоязычные, так и американские, там например, Tracking Answers, и какие-то американские каналы, на ютубе слушаю, пока еду, поэтому могу вам рассказать, о некоторых новостях, которые ждут нас в 2020 году, если у Вас нет времени, я Вам быстренько, вкратце расскажу о тех новостях, которые я успел послушать, пока я ехал, то есть, какие изменения будут в нашей родной Пенсильвании, должны быть изменения, связанные с нашей горной местностью, безопасностью, так сказать, будут запрещать движение грузовиков, при различных погодных условиях, будут диетишники, перекрывать дороги, ставить траки на отстой, как бы в отстойник, пережидать погодные условия, или вообще, заставят в Пенсильвании, в горах, одевать цепи. Вчера, 18 декабря, на трассе I-80, на 80-й, произошел ужасный, эксцидент, огромная авария, где-то написано, что 33 машины, в этой аварии, участвуют. Погибший, много людей госпитализировано, поэтому, в Пенсильвании опасно, вот такие изменения нас ждут. Подписываемся на мой канал, ставим лайк, делаем рейтпоски, друзья мои, поддержите меня, пожалуйста, канал начинающий, у меня еще не много подписчиков, у меня есть цель, 500 подписчиков, до нового года. И безрадостная новость, для тех, кто любит баловаться с алкоголем, и наркотиками, потому что с января 2020 года, уже заработает общая база данных, в которую будут вноситься все результаты, от драг-тестов, по водителям. Плюс, еще хотят сделать, чтобы можно было исследовать, корни волос, в течение трех месяцев, если человек употреблял, то можно найти, это в корнях волос. Для снижения уровня сульфатов, выхлопных газов, в Америке введена система DEF, вот это, Diesel Exhaust Fluid, то есть, вот этот DEF мы заправляем, помимо солярки, каждый раз, и какие изменения, значит, связаны с этим, прогнозируют, повышение стоимости, вот этого DEF, в связи с тем, что, по новым правилам, не только траки, должны использовать DEF, но еще и корабли, корабли, также работающие на дископливе, также теперь обязаны, применять DEF, так что, скоро, возможно, цена на DEF повысится, в связи с тем, что его нужно будет очень много, потому что корабли жрут гораздо больше, чем... Что я прикупил на тракстапе, это не замерзайка, гель, чтобы дизель не замерзал, холодно на улице уже, видишь? О'кей, мы приехали на склад, ставим On Duty, Remark, сейф, мы заехали, нам дали место, где парковать трейлер, дальше, дальше мы должны поставить, он, Beauty, Yard, Drap and Hook, и парковались, в нашем Relay App, я работаю на Amazon, кто не помнит, открываем, выбираем Drop of Trailer, и все, едем дальше отдыхать, наш следующий трейлер не готов, мы ходим в ближайший тракстап, и поехали, вот так выглядит наш локбук, на данный момент, сейчас я приехал на разгрузку, до этого я вам не сказал, забыл снять, и останавливался, ставил он Beauty Fuel, заправлялся, затем я брал, ставил Off Duty, брал 30 минут break, 30 минут перерыв, затем я доехал, то есть с утра я сделал Pre-Trip Inspection, потом я ехал, потом я заправлялся, потом я брал полчаса перерыв, потом я ехал, теперь я нахожусь на выгрузке, отцепил трейлер, и теперь я еду на тракстап отдыхать, до того времени, когда будет готов следующий трейлер, который мы прицепим, вечером мы поедем дальше, здесь мы введем трейлер, номер шиппинг документов, которые будут у нас, и все, шоу-меседж, что трейлер готов, вот так это выглядит, значит, мы ставим на локбуке On Beauty, на Амазоне снимать нельзя, поэтому я снимаю, только между загрузками и выпусками, потому что на складе я не могу снимать, запрещено. Так, открываем наш локбук, открываем лок, трейлер 5 0 8 0 7 0 7 0 1 2, дальше шиппинг идти, у нас вот тут, 1 1 1, там всегда горит, 1 1 1, Все, трейлер, шипинг документ у нас уже подпеклен. Друзья, если после моих видео у вас еще не пропало желание стать дальнобойщиком, то вы можете осуществить свою мечту, если пойдете в школу Start CDL Training School, которая находится в Филадельфии. Если вы перед этим напишите мне, то еще и получите скидку. Я вам дам промокод, по которому вы получите скидку на обучение в этой школе. Если вы хотите устроиться работать, у вас уже есть CDL, то вы тоже можете написать мне. У меня куча знакомых в этой сфере, поэтому что-то могу посоветовать. Если у вас есть уже год опыта, можете пойти работать в ту компанию, в которой я работаю. вы тоже напишите мне, и мы с вами пообщаемся на эту тему. Это была минутка рекламы. А как вы хотите? Я же снимаю ни на топор, ни на молоток. Мне же надо на что-то покупать камеру. В MacBook. Программное обеспечение. Первый день с ELD и с новой программой Самсара подходит к концу, поэтому мы остановились. Выбираем слипер. Сейф. Вот наш сегодняшний логбук. Ну что, результат, друзья мои, результат. Ну а какой может быть результат, если мы проехали всего один день сегодня? Ну в общем, так как мы в данный момент ездим в Тиме, нам нет необходимости нарушать логбук за одним исключением. Понимаете, в чем дело? То есть наша недельная смена это 70 часов. Мы должны отработать в неделю 70 часов, то есть это 5 дней по 14 часов. И потом мы должны иметь 34 часа рестарт, отдых 34 часа. То есть раньше кто не нарушал логбук в Тиме, мог потом хотя бы его подвинуть и не иметь этого отдыха и ездить там 7 дней в неделю, да, и за этот счет заработать еще больше, например, да. Теперь все-таки 5 дней проехали, 2 дня будем отдыхать. За время работы сегодня позвонил нескольким своим друзьям и что я могу сказать? Естественно, те, кто работали в компаниях и двигали логбук и зарабатывали хорошо, теперь недовольны, потому что если учет заработка идет по милям, что мне всегда не нравилось, поэтому я не работаю по милям, если учет заработка идет по милям, то люди не могут уже столько миль проезжать, сколько проезжали раньше, так что их заработок сейчас снижается, поэтому компани-драйверы, которые работали по милям, которые двигали логбук, сейчас недовольны. Овнер-оперейторы, то есть хозяева на своих траках, которые ездят и зарабатывают, тоже теперь недовольны, теперь им не хватает времени, чтобы довезти груз. То есть до этого они могли довозить грузы быстрее, теперь надо на это больше времени, нужно теперь 10 часов поспать и на следующий день только довезти. То есть эти люди недовольны. Те люди, которые работали в компаниях, которые уже поставили себе ELD давно еще, когда ввели электронные логбуки, отменили бумажные, многие компании еще тогда стали работать по закону и те люди, которые работают в тех компаниях, изменений особых не почувствовали. Поэтому, ребята, если вы живете по закону, то изменений у вас особых не будет, все будет хорошо. Ну, в любом случае, буду держать вас в курсе, будем смотреть, какие будут изменения, повысятся ли зарплаты или понизятся зарплаты, что будет с ценами, что будет с рабочим временем, что будет с паркингами, когда столько людей будут останавливаться, чтобы спать теперь. Что вообще будет твориться, будем видеть со временем и я вам об этом обязательно расскажу. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!